Всем добрый вечер! Меня зовут Мика Хигай. Наша еженедельная рубрика «Почему Атомии?» от мастеров из нашей команды. Сегодня наша гостья прекрасная Алтынай Маратова из Кыргызстана, мастер-продаж. Но, несмотря на свой юный возраст, она студентка. Я очень удивилась, когда узнала, сколько языков знает Алтынай, и на турецком, и на русском, и на английском, на габарит. Но не буду вам рассказывать. Я думаю, что Алтынай рассказывает нам сама. Почему же Атомии? Всем добрый вечер! Спасибо, что присоединились, поддержали меня. В целом, хочу вам немного представиться. Меня зовут Алтынай Маратова. У нас в семье четверо девочек. Я третья по счету. В целом, хочу рассказать, как вообще Атомии пришло в мою жизнь, и вот почему я решила здесь работать. Самое первое, что я сюда пришла совершенно случайно, потому что маму пригласили, и я просто потом после работы к своей поехала к маме. Я на тот момент работала преподавателем английского языка, и после работы, получается, я поехала к маме, и как раз в этот момент вышла выступать Мика, да, я эту сцену не очень хорошо помню, и она рассказывала о продукции, и мне так вот понравилось, как вот преподнесла Мика, потому что дальше я просто решила поизучать именно про продукцию. И вот самое первое, что меня именно привлекло, это то, что компания корейская, и продукция тоже корейская. Потому что, как мы все знаем, то, что Корея всегда как равно качество, да, то, что я и до этого пользовалась корейской продукцией, корейской косметикой. После Атоми я просто влюбилась, да, во всю продукцию, именно в косметику особенно от Атоми. Даже вот сейчас у меня на лице все от Атоми, также набор Аделика. Мне самой очень-очень нравится, когда я наношу макияж, снимаю макияж, кайфую от каждого момента. И следующий пунктик, это то, что вот, как я сказала, я уже сама пользовалась корейской косметикой до этого, и мне было с чем сравнить. То есть я очень часто покупала именно корейские умывашки, биби-крема, там, карандаши для бровей, для глаз. В принципе, мне все очень нравилось, но мне никогда не нравилось то, что после пенки у меня всегда затягивало вот лицо, да, была очень сильная сухость. И это был самый большой минус, что я именно в корейском уходе, в корейской пенке вообще видела. И когда я вот как раз-таки попробовала четырехэтапный уход и попробовала вот эту пенку, было вообще такое классное ощущение. То есть не было сухости, не было стянутости, и я подумала, да, это вот реально вот качественная, хорошая корейская продукция. И в-третьих, это уже когда я более углубилась именно в части по продукции, я решила начать изучать именно про бизнес, как здесь можно делать бизнес и вообще в целом, как здесь начать зарабатывать. И первое, что мне понравилось, это было то, что здесь в основном идет общение с людьми. Я сама очень общительная, люблю там шутить, веселиться, и для меня было очень интересно узнавать это все от людей, от новых людей. Также я это изучала в интернете, потому что, как мы все помним, это был тот период, когда началась пандемия. Я изучала все в интернете, я начинала переписываться с людьми. То, что у меня было именно такое общение, что чего мне вот не хватало во время пандемии, вот Атоме мне дало это общение. И дальше скажу, ни для кого, да, не секрет, то, что это выплаты. У нас здесь очень хорошие выплаты. Скажу честно, после открытия Кыргызстана я первый раз заработала только через 3,5 месяца, но потом уже было все чаще и чаще и чаще. И вот, к ноябру месяца я стала мастером продаж, то есть через 11 месяцев. И это было просто невероятное ощущение, когда я стала мастером продаж. Я сама из Кыргызстана, из города Бишкек. И вот в Кыргызстане саму Атоме открылся 4 декабря, и я стала под конец ноября мастером продаж. И я вот помню тот момент, когда Владимир мне, так сказать, написал, сказал, все, ты мастер продаж, и я такая сидела, и просто у меня было такое лицо спокойное, да, вот как будто я не стала мастером продаж. Я не могла бы в это поверить, и я не могла бы в это поверить. И я просто сидела в таком недоумении. И я и маме сказала такая, типа, вот, мы стали мастером продаж. И мы так сидели, сидели, и такие, ну ладно, пойдем спать, да. И на следующий день мы уже все осознали, то, что мы и правда стали мастерами. И мы просто уже горели от счастья, мы начали уже всем рассказывать. И это было очень-очень приятное ощущение. И потом через две недели мы получили выплаты, и это было еще лучшее ощущение, да. Наверное, ни для кого не секрет то, что сейчас у нас мир нестабилен. То есть не всегда те, кто учатся по определенной профессии, не всегда они находят работу по своей профессии. И из-за этого я очень часто задумывалась, что я буду делать после университета. Я никогда не хотела такую работу, где мне придется сидеть в офисе, там, с восьми утра до шести-семи вечера, да, сидеть и там работать в найме. Я никогда этого не хотела. И у меня у самой специальность реклама и связь с общественностью. И вот я попала в Атоме, и здесь что мне надо делать, это рекламировать. То есть я пошла по правильному направлению и также нашла работу, именно сказать, работу мечты, где я могу заниматься и своей профессией. Также я могу не работать в найме и также зарабатывать и помогать людям тоже зарабатывать. Вот. И именно в невере, когда я еще была подготовительным курсом, когда я учила турецкий, именно в тот момент я начала очень сильно думать, чем я хочу вообще заниматься по жизни. Это у меня началось, я думаю, даже раньше, когда я еще в Штатах была. Вот после одиннадцатого класса по программе FLEX я переехала в Америку на 10 месяцев я там жила и также училась в школе. Жила я там в приемной семье. И также вот я приехала и здесь я изучала год турецкий, потому что у нас обучение только на турецком и на кыргызском языках. И из этого у меня было вот два полных года, да, вот между школой и именно университетом, где я могла подумать, чем я хочу заниматься, что я хочу делать и вообще, что меня ждет в будущем. И очень часто мне приходила вот мысль, что я хочу работать как фрилансер, то есть сидеть дома, делать то, что я захочу, в то время то, что я хочу. И я очень долго искала, где я могу это осуществить. И я подумала, что вот профессия, да, специальность, на которую я поступила, позволит мне это сделать. Ну и также я понимала, чтобы добиться каких-то результатов, мне нужно будет какое-то время пахать, работать, может даже искать какую-то, я не знаю, работу в офисе. И вот когда я закончила этот подготовительный курс, перед первым курсом, как раз-таки я познакомилась с Атоми. Было, на самом деле, вот весь путь мой в Атоми, он был очень интересный. Там были и взлеты, и падения, и я и расстраивалась, и радовалась. И вот, то, что, по моему мнению, каждый, кто пришел в Атоми, тоже смогут это сделать, смогут заработать. Но, как говорит Владимир, да, каждый может, но не каждый сможет, да. И я понимаю то, что здесь есть шанс для всех. Также вот для меня, как для студентки, это был тоже очень большой шанс, и также очень большой, так сказать, рывок в будущее, да, именно в хорошее, счастливое будущее. И также в Атоми, получается, у многих людей, которые старше меня на много лет, да, и мы по 50, и по 40 лет, и по 60. И вот эта мысль заставляет меня двигаться дальше, мое будущее, да, потому что я очень люблю планировать в целом свое будущее, да, чем я буду заниматься, то, что вот к 25 годам я хочу это, к 30 годам я хочу это. И для меня очень важно видеть свои цели в жизни. И я вот понимаю то, что для достижения моих целей Атоми просто идеальный вариант, потому что я хочу очень много путешествовать. А Атоми именно позволяет мне путешествовать, несмотря вот где бы я ни была, я могу работать, вот. Наверное, на этом и все. Здорово. Очень интересно вообще с точки зрения... Тебе сейчас сколько лет? Мне 21. Ага. Вот с точки зрения человека, которому 21 год, да, такого юного возраста, уже в Атоме и уже всерьез. Вместе с мамой, с сестрой, да, ты строишь этот бизнес. А также мне очень нравится ваш аккаунт в ТикТок. Продолжайте. Очень круто получается. Спасибо. Ну, просто, видите, идеи в ТикТок тоже ко мне приходят так спонтанно. То есть я вижу какой-то звук или как кто-то что-то делает, и я думаю, вот, нужно мне тоже так сделать и под Атоми сделать. Вообще, в целом, мне нравится именно фотографироваться с продукцией Атоми и так далее. И у меня есть своя камера, что как раз-таки позволяет мне делать профессиональные фотографии. Я умею сама их обрабатывать, из-за чего вот это все дается мне легче, да, наверное. То, что наш бизнес он онлайн, молодежь у нас как раз-таки лучше пользуется гаджетами, вот и я, и сестры мои. То, что я думаю, что нам даже гораздо легче здесь будет, чем более старшему поколению. Легче научиться, да? Еще, я не знала, что, оказывается, ты по специальности, как у тебя реклама и связь общественности, да? Это то, что нужно делать как раз в Атоме. Вся наша работа, поэтому, да, просто супер. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате. Тут очень много поддержки. Красавица пишет, очень красивая. Алтанай, вы в каком городе, спрашивают? Я из города Бишкек, Кыргызстан. Вы молодец, такая умничка. Вы молодчинка. Спасибо. Спасибо всем за ваши теплые слова. Елена пишет, привожу в пример историю Алтанай с моим молодым партнером. Да, да. Алтанай – прекрасный пример для молодежи. А расскажи, Алтанай, про Турцию, про свою поездку. Тут спрашивают. Вообще, в Турции я, это была моя первая поездка в Турцию. И то, что я сама знаю турецкий язык, так как учусь в подвеско-турецком университете Манас. Тут у нас в Бишкеке. И мне самой было очень интересно вообще съездить в Турцию. Я вообще думала съездить в Турцию либо в прошлом году, либо в этом. Но пандемия не позволяла. Но вот я была очень рада, когда Владимир пригласил. Кто хочет, я сказала, типа, я хочу. Потому что я понимала, что это будет большой шанс. Вообще, в целом, и для моей команды. И вообще, это будет очень большая мотивация для моей команды. Если они увидят, что их спонсор выезжает в другую страну, обучает их партнеров. То, что это, и правда, будет большая помощь также им. Потому что в Турции я встретилась с некоторыми партнерами. То, что со многими из них я даже не была знакома. То есть я с ними познакомилась уже там, на месте. И когда знакомишься именно с партнерами партнеров, это тоже своего рода очень приятно. Потому что этих партнеров нашли свои партнеры. Они их обучают. И даже начинаешь гордиться своими партнерами. У меня у самой знакомых в Турции практически не было. Только двое одногруппников есть. И там некоторые знакомые. Но в основном мы с ними не сильно общаемся. И в целом поездка была очень насыщенной. Также было очень весело. Я, кстати, очень многому научилась именно, как себя вести. Спрашивала советы у Владимира, у Натальи, у Александра. Это именно лично для меня была очень-очень полезная поездка. То есть я там узнала очень много всего для себя. И что я должна сделать для своих партнеров. То есть я научилась быть хорошим спонсором. Спонсором от своих хороших спонсоров. И вот. Само поездка реально была очень-очень веселой. Мне очень все понравились наши партнеры из Турции. Кузель, да, я вижу, вы здесь сидите. Такой светлый, хороший человек. Вообще все партнеры наши в Турции, они все нас хорошо встречали. И все были такие светлые, дружелюбные к нам. Там обнимали, да, сразу. То, что всегда от них чувствовалось тепло. И куда бы мы ни поехали, нас встречали сладостями, дарили подарочки. И вообще было очень-очень-очень продуктивно, я думаю. И в то же время было весело. Вот тут как раз вопрос от Кузель. Как ты совмещаешь учебу и работу в Атоме? Мне совмещать пришлось, в принципе, как-то легко, потому что в то время, как я начала прям уже более сильно, да, делать упор на Атоме, нас отправили на онлайн обучение. То есть в универе мы тоже вышли на онлайн, у нас были пары. И с пар можно было просто так свернуть, да, и отвечать партнерам. Это было очень удобно. Я не раз так делала, то, что во время пары было такое, то, что я там сидела и с партнером больше общалась, нежели слушала пару. Но в то же время нам, получается, на парах давали, как сказать, заметки. И по этим заметкам я обратно училась уже, когда вот было более-менее свободное время. И потом уже сдавала экзамены тоже онлайн. И это пока что еще не, как сказать, не было столкновений, то, что я учусь оффлайн, а работать надо онлайн или где-то надо быть, да, с партнерами. То, что такого еще не было. То, что было очень удобно. Я была дома, работала из дома. Даже если я куда-то уезжала, я могла сидеть на паре. И, в принципе, было как-то несложно до этого момента. Но говорят, вот сейчас 17 сентября начнется оффлайн, но это еще не точно. Гузеля пишет, что была рада знакомству и приятно было с тобой общаться. Раиса пишет, умная, красивая, целеустремленная, алтанай. Удачи тебе в Атоме. Спасибо большое. И Гульбашин пишет, у тебя партнеры больше в холодный контакт через интернет или теплый контакт? У меня, наверное, больше теплые контакты. Практически все у меня очень-очень теплые контакты. Мои подруги все практически зарегистрированы. И они все пришли уже со временем. Изначально это знакомые мои мамы, друзья мои мамы. Самыми первыми у нас стоят наши родственники. То есть стою я, потом сестра, потом тетя, потом еще одна тетя, потом еще одна тетя. То есть вначале у нас стоит моя семья, то есть мои близкие люди, родственники. И только потом у меня стоят близкие друзья, друзья, знакомые. И вот по сей день я регистрирую своих друзей, которым я предлагала два года назад, год назад. Они тогда отказались, а сейчас уже сами говорят, давай зарегистрируй меня. Классно, я тоже это отмечаю. Я давно занимаюсь, да, ну два с половиной года уже, и немногие отозвались. А вот со временем, за это время я продолжаю вещать везде, в Инстаграме, на Ютубе, в Фейсбуке. И вот так вот даже те, кто совсем не верил, они со временем проявляют интерес. Ну, либо что-нибудь там купят, либо интересуются бизнесом, да. Алтенголь пишет, молодец, языки полезно знать, круто, Алтенголь. Ты сколько языков знаешь? Я знаю четыре языка. На разговорном уровне у меня кыргызский. Просто я на кыргызском вроде хорошо разговариваю, но бывает такое, что я не знаю некоторые литературные слова, из-за чего я боюсь переводить с русского на кыргызский. Английский знаю тоже на хорошем уровне, наверное, upper intermediate. На турецком я учусь, то есть я турецкий изучаю постоянно из-за того, что у меня учеба еще два года на турецком. И вот сейчас собираюсь учить корейский и также знаю русский. Здорово. А корейский из какой цели ты учишь? И как? У нас есть курсы, называется «Сиджонг». Они спонсируются посольством Кореи в Кыргызстане. И там преподаватели кореянки. И то, что хорошо обучают в целом. Вот у меня сестренка туда ходит, она уже там начала разговаривать. И вот что-то я тоже хочу. Я хотела сразу по возвращению из Турции, но тут планы поменялись. И, наверное, вот начну с сентября. Либо вот я уже сама знаю в целом, как читать, как писать. Некоторые элементарные слова знаю, но уже хочется более углубленно изучать. А цель? Не знаю. У меня даже вот, когда я языки учу, у меня определенной цели нет. Но у меня, вот видите, то, что «Атоми» корейская. И мне хочется понимать, когда вот на турах успеха, да, вот что говорят. Мне хочется понимать это без перевода. То есть это моя самая большая мотивация. Потому что, когда переводят, все же это как-то, ну, не знаю. Для меня это как-то не то. Мне хочется самой понимать. Мне хочется вот читать, да, и такая, а, ну это вот так, вот так. То есть меня вот прям тянет на изучение языков. Прям хочется. Удачи тебе. Спасибо. У нас по вторникам и четвергам есть бесплатные занятия от Кимон Геома, от нашего спонсора. Салтас Сайжаной. Приходите в зуме в 7 часов вечера. Да, да, да. Хорошо. Так, Карл Гаш пишет, Тарл Тунай, вы супер. И это только начало вашего профессионализма. Очень интересно вас слушать. Удачи и успехов тебе от души. Спасибо большое, Карл Гаш. Очень приятно на самом деле. С ватами всегда такие теплые, горячие люди. Такие приятные слова говорят, что всегда вот на душе приятно, на душе тепло. Точно. Да, инстаграм. И тикток такой же. Да, и тикток. Супер. Удачи и процветания. Молодец. Спасибо, Алтанай. Было очень интересно познакомиться с тобой поближе, узнать о том путь. Всем спасибо за внимание. Будем завершать. Алтанай, тебе желаем только успехов. В этом году достичь нового ранга. С каждым годом расти, расти до империала. Хорошо, спасибо большое. До скорой встречи, пешкейки. Всем спасибо. Да, первый раз с вами увидимся после моего рейса. Второй, да. Второй после того семинара ключевого. Да. Ну-ну-ну. Всем спасибо. Всем пока. До свидания. Всем спасибо. Пока.